Всем привет! В Кривом Роге дождик прошел. Растения ожили, немножко листики подняли. Виноград в этом году обрабатывала один единственный раз. Вот это что, смотрите, листья здоровые, это то, что называется искореняющей обработкой. И баковая смесь от болезней и от вредителей. Ну, немножко листья пожелтели, но уже время и при такой температуре. Нам этот дождь даже не обещали, и мы даже не мечтали, друзья. У нас вообще-то объявили сегодня, телефонограммы разослали. Третий ривень небеспеки из-за температуры воздуха. 45, 50, 40, 45. Сейчас посмотрела на градусники, но уже 6 вечера и прошел дождик до 32. Ну, тень уже, понятно, что это в тени, везде уже тень, температура опустилась. Дышать тяжело, света нет целый день. Охладиться ничем невозможно. Но этот дождик, как говорится, Господь нас пожалел. Прошел, ну, даже, вон, земля сухая, асфальт немножко подмочил. И даже немножко, ну, вода грязная с крыши, конечно. Может, я как-то профильтрую дождевая вода, потому что мне аж надо. Уже закончилось. Уже вот и банки пустые для хурмы. Я не успела даже помыть эти кастрюли. Только сливала. Почему не мыла? Потому что никто не надеялся на этот дождик. Ой, смотрите, какие капли. У нас уже его так долго не было. Все уже высохло. Все пылью воняло. Красота. Я вчера... Ой, соседи гуляют. Ой, хочу показать свой гибискус травянистый. Как большие тарелки. Но мокрое. Я здесь вчера заливала вот. Хорошо залила все. Ну, этот дождик ничего бы не изменил. Все равно. Я просто говорю, что я не могу зайти вот эти... Это же цветы однодневки. Вот эти, которые цвели, их надо оборвать, чтобы было так приличненько, культурненько. Вот. Ну, а так полила. Еще дождик. Здесь тоже виноград. Но здесь как бы не очень. Ну, видите, печется. Просто все жареное. Все жареное и печеное. Розочки вчера обрезала. Засохшие, обрезала. Помидоры, смотрите, печеные, жареные. Ну, все обрезала. Все полила. Розы. Ой, макароза красивая. Сейчас надо приблизить. Ну, розы цветут маленькими. Это макароза. Ой, какая она все-таки красивая. Такой цвет необыкновенный. В общем, вы видите, розы цветут. Но цветут цветочки маленькие. Все печется, жарится. Все умы. Бедные растения. Эта груша, не знаю, может, потому что молодая была. В общем, не очень мне нравилась. Она висит твердая-твердая. Потом отпадает. Когда думаешь, что она уже, наверное, мягкая и созрела, а она просто отпадает и внутри гнилая. Я уже хотела ее выбросить. Ну, посмотрим. Пусть еще побудет. Мне всегда жалко выбросить растение. Потом так долго ждешь. Но, скорее всего, правильнее будет выбросить, посадить новое. И дождаться. И дождаться. В общем, радостью поделилась. Дождик. Вот эти капли на листьях. Просто от них легче дышать. Господь смеловался. Спасибо. Красота. Даже здесь мы старенькую сетку натянули. Над вот этим рядом помидор. Поздновато. Он уже так достаточно конкретно поджарился. Ну, в общем. И листья вон. Горелые листья. Все горит. Но, тем не менее, плоды вон навязались. Плоды есть. Что-то будет. Уже собираем и огурцы, и помидоры. Жаловаться нечего. Спасибо Господу и природе. Все есть. И ягоды были много. Все хорошо, друзья. В Кривом Роге прошел дождь.